друзья всем привет добро пожаловать на мое новое видео сегодня я возьму вас с собой на рекламный кастинг которых у меня не было уже очень очень много лет на самом деле изначально все это проистекло из ковидных ограничений все перешло в онлайн и в принципе сейчас она не до конца оттуда вернулась многие кастинги так и остались в онлайн варианте не нужно никуда ездить просто делаешь пробу записываешь ее и отправляешь на сайт а этот кастинг был очным чему я была очень сильно рада я просто засняла немножко за кулисья как мы ждали свои очереди какой у меня был номер этой очереди соответственно как записывали пробы другие претендентки себя и не записала потому что ну как то не было возможности но так чуть-чуть сможете посмотреть вообще конечно в рекламу хочет попасть любой актер актриса потому что это и очень быстрая известность ну по крайней мере среди тех людей которые тебя знают и в принципе наверняка на улице тоже узнаваемость повышается и конечно же это очень большие гонорары совершенно не сравнимые в принципе с работой в кино и не знаю разные проекты бывают для меня это общем-то небо и земля поэтому я очень сильно стремлюсь в рекламу пока у меня именно известных брендов была одна реклама это любятого в принципе это было очень давно и я уже могу об этом наверное говорить вот больше в рекламах есть снималась но они все были локальными то есть какие-то для бренда в инстаграм или на youtube или просто на какую-то свою внутреннюю платформу даже именно для внутренних пользователей и у меня есть две печальных истории сегодня такой минорный выпуск знаете ли будет хотя кто знает еще не вечер итак пара историй про рекламу сети интернет существует сайт с определенным названием на котором публикуются в общем то все рекламы то есть в основном я загружаю самопробу именно на этот сайт вот значит отправила я там на один кастинг на который мне в рекламу очень сильно хотелось попасть и я абсолютно попадала по референсу я замечательно записала самопробу нескромно могу так сказать и собственно я прям очень рассчитывала что мне мне позвонят прям я ждала просто ждала но на этом сайте есть такая особенность что там твоего телефона конкретно нет твоего имейла нет то есть там есть только контакты твоего агента в моем случае агентство но я не знала что изначально нужно было включать на этом сайте все 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 какие возможно только уведомления и если будет какой-то callback то нужно будет со мной грубо говоря связываться с этими рекламодателями или дополнять заявку там сделать что-то еще там и так далее то есть для обработки callback нужная то есть мой агент это не сделает что для меня странно но факт может я что-то не понимаю возможно я как бы бег живи бег учись да я отправила эту заявку как я уже сказала и в этот злополучный день с одной стороны на другой нет я снималась в этой французской комедии лифт сева как раз у нас был заключительный день съемочный очень для меня такой тревожный потому что мне практически трюки приходилось делать но вот но естественно телефон я на съемках всегда отключаю буквально всегда вот и на следующий день после этих съемок я решила зайти на этот рекламный сайт посмотреть не появились и новые кастинги и так далее и я вижу что у меня стоял вчера но на вчерашний день когда я на съемках было до там 19.00 callback то есть я должна была срочно с ними связаться потому что я попала в выборку или возможно там меня выбрали скорее всего попала в выборку потому что если выбрали уж наверное достучались бы если хотели и я конечно жутко расстроилась потому что я очень сильно хотела попасть в эту рекламу на плюс мне очень нравится еще бренд который собственно эту рекламу делал вот я помню жутко расстроилась но в общем как-то пережила и совсем недавно получается вот эта вот история была в двадцать втором году с первым рекламодателем пропущенном callback от него и совсем недавно вторая такая же история то есть я уже была в общем-то с агентом тоже на связи тоже мне все уведомления были включены но почему-то по какой-то неведомой мне причине я опять не получила никаких сообщений о том что у меня callback вот и опять таки прочитала уже после того как время истекло я не знаю как это будет серьезно просто это какой-то какая-то ерунда что касается требований кастинга на рекламу в принципе желательно приходить с минимальным ежедневным повседневным макияжем плюс одежда не должна быть какой-то оверсайз потому что заказчик должен видеть вашу фигуру и собственно на этом наверное все и 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 впервые за большое количество времени съездила на очный кастинг причем еще и в рекламу очень приятно наконец-то почувствовать что эти ковидные времена надеюсь окончательно прошли спасибо вам большое за просмотр и всем пока а и далеко и и и и и и и